Ааа, уже устал всем объяснять, но так как я действительно хочу помочь вашим сайтам, то решил записать это видео. Всем привет! По моему опыту, примерно у 80% сайтов есть такая проблема, что из-за неверно настроенных заголовков Last Modified и Not Modified нагружается сервер, страдает загрузка сайтов в браузере, замедляется индексация и сканирование сайта поисковыми ботами. Смотрите, ваш сайт это не какой-то монолит, он состоит из многих разных файлов, и их количество зависит от объема сайта, но даже если взять одну страницу, то она состоит из нескольких десятков разных файлов. Это скрипты, шрифты, стили, картинки и прочее. Количество таких файлов у каждой страницы зависит от дизайна и верстки. Все эти файлы не меняются годами или вообще никогда, но даже если пару секунд назад бот сканировал другую страницу вашего сайта, где используется точно такой же логотип, точно такие же скрипты, точно такие же стили, то из-за неверных настроек сервера бот думает, что файлы за это время изменились, и он опять их скачивает и обрабатывает. У меня есть отдельное видео, как узнать из скольких статических ресурсов состоит одна страничка вашего сайта. Посмотрите потом, а сейчас просто поверьте, что их немало. Если все настроить правильно, то это существенно ускоряет процесс и экономит трафик. Тогда, если бот вернется даже если через год, то он скачает только те файлы, которые изменились за это время. Предвижу, что у вашего сайта есть эта проблема. Вы можете легко это проверить. Не хотите проверять сами, просто напишите мне в телеграм, и я проверю бесплатно. Если хотите сами, то смотрите. Для проверки переходим в ресурс lastmodified.com. Перепишите название с экрана или ищите ссылку в описании и комментариях. При тесте указываем не ссылку на сайт, а ссылку на какой-нибудь статический файл сайта. Например, кликаем правой кнопкой мышки по картинке и выбираем копировать URL картинки. Или открываем исходный код, жмем Ctrl-F и ищем любой файл по расширению. Кликаем правой кнопкой и выбираем копировать адрес ссылки. Вставляем в заранее открытый ресурс и проверяем. Если видим вот такое вот сообщение об ошибке, то нужно исправлять. Если у картинки ошибка, то с 90% вероятностью ошибка будет и у стилей, и у скриптов. Если ошибки нет, то даю 40%, что вероятно забыли указать шрифт WoW 2, формат картинок WBP или что-то еще. Поэтому для надежности лучше проверить картинки разного формата SVG, PNG, WBP, AVIV, а также стили, скрипты и разные форматы шрифтов, а также PDF. Когда ошибки нет, то тест будет выглядеть вот так. Если ошибка есть и нужна помощь по исправлению, то смело обращайтесь. Если хотите обойтись без меня, то вот вам инструкция, как поставить задачу сисадмину или техподдержки хостинга. За способ спасибо Дэме Мурычу, так как в настройках серверов я плохо разбираюсь, а он дал наводку, что в основном ошибка в настройке Nginx серверов, и я по сей день не встречал другой причины. Нужно описать ошибку сисадмину или техподдержки и попросить в файле конфигурации Nginx изменить значение ifModifiedScienceExact на ifModifiedScienceBefore, или просто к статическим данным добавить ifModifiedScienceBefore. Если вы смотрите этот ролик на ютубе или в моем телеграм-канале, то полный текст обращения будет под видео, а иначе пишите в личку, и я скину вам ссылку. На хостинге Bigget с удовольствием идут на обсуждение вопроса и легко вносят правки. Правда, иногда просят полный список статических файлов. Его тоже сразу приложу в описании. На хостинге Regro отказываются помочь, но там можно перевести управление хостинга в ручной режим и настроить самостоятельно. Скину инструкцию, если кому надо. А во многих других местах, ну, не хотят вносить правки. Начинают доказывать, что так и должно быть, и искать другие отговорки, чтобы не настраивать. И частенько переписка затягивается надолго. Но у меня еще ни разу не было такого, чтобы не получилось договориться. Чу-чу-чу, чтоб не сглазить, такое легко может произойти. Если нужна помощь по настройке или общению с техподдержкой, то смело обращайтесь. Это же моя работа. Пусть ваш сайт найдут, поймут и полюбят не только посетители, но и поисковые системы.